Добрый день, друзья! Сегодня отвечу на самые такие, наверное, многочисленные вопросы. Один из основных – это занимаюсь ли я гипнозом, и вообще всё, что мы делаем, гипноз это или не гипноз. И вот задаются вопросы, почему вот я работаю так в гипнозе, а у меня нет результата, почему я вот так веду, и вот такие техники применяю, и что мне надо откорректировать в гипнозе для того, чтобы у меня был результат. Господа, я всегда делаю акцент о том, что техники гипноза в инфодайвинге знать надо, потому что техническая база действительно одна и та же. Но инфодайвинг и гипноз – это совершенно разные вещи. Совершенно разные вещи. И хочу, чтобы это уяснили. Принципиальная разница в том, что гипноз делается в объективном восприятии. Инфодайвинг исключительно в субъективном восприятии. То есть изначально сама настройка, сами подходы человека, они диаметрально разные. Ну вот, чтобы было понятно простыми словами, о чём я говорю. Приходит к вам человек и говорит, у меня проблема, вылечите меня. Всё, он в объективном восприятии, он ищет помощь на стороне. Понимаете? Когда ко мне приходит человек и так говорит, моя задача – его точку сборки сместить в то, что он творец. Он отвечает за свою жизнь, и он может исцелить себя сам. Другой момент. Каким образом будет осуществлено это смещение? Если я вижу эту точку сборки, и я её могу просто взять и задвинуть, то есть люди, которые её не видят. И тогда они используют приёмы для того, чтобы его задвинуть. И это, как правило, будут речевые приёмы. Когда человеку делается внушение, корректируется программное обеспечение, идут внутренние настройки, ты можешь, ты справишься и так далее. Знакомо. Это значительно медленнее работает, потому что там надо поднять кучу программных моментов. А когда мы работаем, всё чётко, ты видишь, двигаешь, и ты у человека выдёргиваешь коренные программы, которые в данный момент, или коренной травматизм, который мешает сдвинуть человека в субъективное восприятие. Поэтому, когда мы работаем на курсе «Внутренняя отладка», например, с тем же Андреем Охримком, наша задача – задвинуть человека в субъективное восприятие. Это вид восприятия, его не надо пропускать. Я уже привыкла, что человек говорит, ну да, 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 субъективное, проехали дальше, техническую базу давайте. Слушайте, а что, я вам велосипед изобретать буду? Техническая база с гипнозом одна и та же. Ключевое – то, как срабатывают цепи в башке человека. В частности, как срабатывает механизм веры, он ключевой. Как срабатывают другие психические аспекты, как работает высшее я, как срабатывает эго, как срабатывает интеллект. Слышит ли человек душу свою, собственную, да? Потому что очень многие моменты, с которыми мы работаем, мы работаем через душу. Она конкретно даёт доступы, и она даёт разрешение что-то менять, что-то корректировать. Это её игра. Выходилка-стрелялка в её игре. И здесь нет ничего удивительного, нового, придуманного и так далее. Поэтому, когда говорят о гипнозе, если вы уже взяли на себя роль лечителя, целителя, врачевателя, кого угодно, знахаря, там ещё кого-то, гипнотизёра, всё, господа, вы в роли, вы в объективном восприятии, и у вас результат будет ровно такой, какой вам обещает эта техника, именно с точки зрения техники в объективном восприятии. Вы на чужой территории, вы не можете творить, вы не можете на чужой территории менять всё подряд. Моя задача – задвинуть человека на свою территорию и на своей территории поменять правила игры таким образом, чтобы ему было комфортно жить. Понимаете? Это ключевые, это разные подходы. И я понимаю, что большинство людей, которые будут слышать этот ролик, они скажут, ерунда какая, это ни о чём. Возможно, с годами дойдёт, потому что, опять-таки, из нашей практики замечено, когда говоришь какую-то очень важную, ключевую деталь человеку, и его психика не в состоянии это воспринять, он её, а, не слышит, либо, б, полностью игнорирует и считает ерундой. То есть он сразу её вычёркивает. Для примера, вот человеку смотришь и говоришь, дорогой, вот ты остаёшься на этой работе, тебе будет 7 лет отведено. Четыре раза сказали, человек не слышал. Меняешь работу на другую, вот второй вариант, плюс 15. Уходишь совсем в то, что хочет душа, по пути души, плюс 45. И человек не слышал, не слышал до последнего. Четыре раза повторяли. Вот в этом ролике будет тот же самый эффект. Я уверена, что очень многие опять пропустят вот это субъективное восприятие. Мимо, ай, ерунда. Что значит субъективное восприятие? Или ещё один тип, когда говорит, а, я творец, и всё, вот я уже верю, что я творец. Подождите, а механизм веры при этом у вас не работает. Вы об этом говорите, но программное обеспечение у вас не налажено, и точка сборки у вас не передвинута. Понимаете? Вот в чём проблема. Проблема субъективного восприятия. Нас воспитали с детства так, что никто никогда не говорил, что ты творец своей реальности, именно своей реальности. А когда речь шла о творце, то начинали смеяться. Ха-ха-ха, ты Бог? Ну что, я не правду говорю? Правду? Ты Бог? Ну сотвори, материализуй и так далее. Материализуй где? В твоей реальности или в моей реальности? Понимаете? У каждого человека своя реальность. У каждого человека. Есть восприятие, где есть личная реальность, да? Вот это субъективное восприятие, где человек творец сам в своей жизни. И есть восприятие коллективное. Весь Советский Союз и все страны были направлены всегда на всё, вся история на то, чтобы это коллективное было построено по принципам тех людей, которым это было выгодно. Обычно доминирует в коллективном одно сознание, и оно создаёт эту игру, это его игра. Игра на частотах, на низких — это одна игра, на высоких — это другая игра и так далее. Но коллективное или объективное — это сумма индивидуальных реальностей. А если у вас затёрта индивидуальность, то как вы можете вообще создавать какую-то реальность? Вы просто плывёте, как это бревно по течению, и всё. И тогда у вас работает нормальный механизм, предусмотренный Богом и психикой. Душа через Высшее Я играет, а Высшее Я качает ресурсные травмы, берёт готовые сценарии, закачивает вам, и вы их только херячите и проживаете. И смотрите этот фильм в ощущениях. Такая ходилка-стрелялка в виртуальной игре. Но если вы хотите создать свою игру, то сперва начинается с того, что вы начинаете слышать свою душу, вы начинаете заниматься собой, не кем-то, чётко осознавая, что кроме вас в этом мире никого нет, все остальные лишь субъекты вашей игры. Понимаете? И когда у вас начинаются вот такие подходы, вам не надо спасать мир, он уже спасён. Вам не надо спасать других людей, они уже спасены, когда у них такое же восприятие. И тогда, получается, с этой позиции вы действительно можете помочь любому, потому что это субъект вашей психики. И в своей психике вы можете корректировать всё, что угодно. У вас доступы другие. Но понимаете, туда надо задвинуть точку сборки, а нас с детства этому никто не учил. Вот в этом самая большая проблема. И всё, что мы делаем на отладках, это мы двигаем точку сборки, мы учим людей двигаться. И то, что препятствует движению этой точкой сборки, это программы. Это программы, это жёсткие концепции, жёсткие убеждения, это ресурсные травмы, уже накаченные, готовые, уже поданные, отснятые сценарии. Их тоже можно зачищать. И нужно зачищать. Это мы делаем на курсе эпигенетика. Специально программу сделали такую, там, где можно это всё зачистить, и человеку помочь вылезти из каких-то тех жизненных моментов, которые его не устраивают. Более того, вот чем дальше мы расшариваем информацию, тем более становится очевидным, что вот этот океан, он вообще информационный в субъективном восприятии, он вообще не изучен, но он даёт невероятные бонусы. Можно действительно двигать медицину, можно двигать науку, но науку не доказательную, а науку результатов. Я уже об этом говорила. Потому что здесь всё крайне индивидуально. Всё в субъективном восприятии. Там личность ключевое. Именно развитая, осознанная личность здесь ключевое. Здесь доминирует очень высокочастотное состояние. И в высокочастотных состояниях человек способен творить чудеса. И это абсолютно каждый человек. То есть невероятные возможности. Чем глубже мы заходим, чем глубже мы расшариваем вот эти вот пласты информационные, тем больше становится очевидно. Оглядываться назад и тормозить под то, что кто-то там тебе верит, не верит, кто-то там сомневается, или кто-то там ковыряется пальцем у нас вообще не имеет смысла. Надо идти вперёд, надо доставать, надо делать. А что это значит? Это значит, вот те программы, которые мы сейчас ставим, вряд ли они будут повторяться уже через полгода. Через полгода будут новые программы. Мы сделаем, расшарим глубже. А этот слой мы дадим на самостоятельную проработку или переработку через видео, которое останется в интернете. То, что можно скачать, посмотреть. Вот так сейчас идут мои, например, программы, которые я вела. Последний раз я веду экстрасенсорику в апреле. Управление восприятием я уже вела. Они существуют в видеозаписи. Те программы, которые должны остаться в видео, я ещё провожу по одному разу. И всё. И потом они остаются только на видео. Пожалуйста, скачивайте, смотрите. Нет на это времени. Не под вас подстраивается мир. А вы творите этот мир. И если вы творите его с нами, значит, творите с нами. Творите самостоятельно. Но хотя бы включитесь в процесс сотворения мира. Хотя, если вам комфортно играть так, как вы играете, тоже вариант. Кто-то развивается через боли. Это тоже прекрасно. Потому что именно этот механизм прошит у людей и болит, и двигает. Двигает прогресс, тоже боль. Так что я надеюсь, что понятно. Субъективное восприятие – это огромный, огромный пласт. Это половина человека. Это половина человека, в которую вообще никогда никто не учил ходить. Понимаете? А там море возможностей. Вот это то, чем занимается инфодайвинг. То есть у инфодайвинга, инфодайвинг сегодня единственное направление, которое есть, у которого полностью взято в основу работы субъективное восприятие. Все остальные работают в объективном. Потому что даже самые продвинутые юзеры и нейрофизиологи и так далее, они все равно играют с объективных позиций. Как ни посмотришь, везде объективное, объективное, объективное. А субъективное – нехоженные тропы. Там джунгли, дикие джунгли. И мы туда идем. С вами была я, Наталья Зайцева.